Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. 20 лет назад его инициировал Международный фонд по защите животных. Около 80% всех жителей Земли держат домашние животные. И более половины из них отдали свое предпочтение именно мурлыкающим друзьям. Сейчас на планете насчитывается примерно 600 миллионов домашних кошек. Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда. В семье Кравцовских пушистая питомица тигра появилась 2,5 года назад. Хозяева надеялись на ручную кошечку, а получили любопытную своенравную даму, которая моментально сообщает, если ее что-то не устраивает. Мы очень любим вставать на две задние лапы, как сурикат, рассматривать все по сторонам. Мы заметили это, наверное, с полгода назад, что она обладает такими повадками. А еще самое любимое – это ее поза сидеть на спине. Она просто как блинчик раскатывается по полу, выдвигает свой животик вперед и совсем становится не миловидим. А еще мы ходим в туалет, в раковину. Мы к этому ее совсем не приучали, она как-то сама захотела. Это, наверное, гены от мамы Алисы, которая ходит в БД. Судя по всему, раковину тигра выбрала, когда не все получилось с унитазом. А еще она обязательно приходит с нами утром завтракать на кухню, начинает сильно мурлыкать и показывает, что ей нужно идти гулять. Тем самым она указывает на то, чтобы мы открыли ей окно, чтобы она смогла подышать свежим воздухом. Да? Хотя к улице мы так ее и не смогли приучить, хотя хотели, чтобы она гуляла с нами только нормальная собака. Потому что поводки все выказывают на то, что она немножко собака. Шотландцу Людмилы Репиной всего полгода. Зовут Спартак в честь футбольной команды. Имя полностью оправдывает. Любит приносить мячик. Мой молодой человек показал объявление на Авито, где он совсем маленький и спросил, хочу ли я себе такого котенка. А у меня никогда не было ни кошек, ни собак. Я сказала, конечно же, хочу. И уже через два часа он был у меня дома. Он со мной засыпает, и утром, когда звонит будильник, прибегает меня гулять. Он у меня очень игривый, очень ласковый котик, очень тактильный. Мы с ним ходим гулять на улицу, и все дети во дворе его очень любят. И всегда стараются с ним поздороваться, погладить. А он не против новых знакомств. Более половины домашних животных – коты. Даже в нашей редакции у большей части коллектива – мурлыкающие питомцы. У меня, например, две кошки – Джеки и Виски. Джеки 7, Виски где-то 4, хотя так и не скажешь. Сначала у нас появилась, соответственно, Джеки. Я потом захотела собаку. Муж мой против того, чтобы животных друзей покупать. Начала искать объявление, найти в добрые руки. Но собаку он тоже считал, что мы еще не готовы. И нашел объявление о том, что в ноябре был котенок мерзнет в микроюне Восточном возле какого-то подъезда. Сказала, давай вот лучше возьмем кошку еще одну. Ну, мы сразу же взяли. Это было около 10 часов вечера, по-моему. Поехали. И вот теперь у нас есть вот эта вот принцесса. Тишку нашей коллеге Ларису Ульяненко год назад спасли ребята Саша Янушковский и Савелий Морозов, подобрав в микрорайоне Южном. Мы ходили около футбольного поля и увидели маленького котенка, который был в клею. Наша подруга его отмыла, и потом мы набоили его молоком. Ему приходилось как мочить пальцы молоком и давать ему. И тогда он влезал. Мы просто ходили по всему Южному и говорили, вам нужен кот. Некоторые говорили, что у них и так много домашних животных, а другие им просто не нужны. В итоге хозяйку себе Тишка выбрал сам. Забрался на руки Ларисы и не захотел слезать. Тогда крохи не было и месяца. Сейчас он роскошный семикилограммовый красавец с бойцовским характером. Обожает плескаться в воде, спать в раковине и охотиться на голубей. Правда, не покидая периметр подоконника. На планете насчитывается примерно 600 миллионов домашних кошек. И вот несколько интересных фактов о них. Ежедневный сон пушистых длится около 17 часов. Примерно 5 часов в день они умываются. А интернет-пользователи загружают видео со своими котиками со скоростью 2 ролика в минуту. Кстати, владельцы кошек на 40% меньше страдают от болезни сердца. Также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А о кототерапии, мурлыкании и чудо-массаже вообще говорить не приходится. Так что сегодня, во Всемирный день кошек, поздравьте вашего домашнего доктора чем-нибудь вкусненьким. И не забывайте о братьях наших меньших, живущих на улицах. Они тоже очень нуждаются в еде, тепле и ласке. Мария Шелепова, Илья Самсонов, 9 канал.